Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью 8 часов 9 сентября 2019 года Обновлено 8.4.9 сентября 2019 года РИА Новости Илья Питалев Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву РИА Новости Илья Питалев Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву Архивное фото Ирина Алкснис Все материалы неожиданно главной проигравшей стороной в состоявшемся одновременном освобождении граждан России и Украины оказались Нидерланды Национальные СМИ полны инсайдов Согласно одному из них, министр иностранных дел Степ Блок направил письмо в парламент Из документа следует, что А. Гага пыталась предотвратить передачу Кева в Москве Владимира Цемаха, считающегося следствием свидетелем по делу сбитого над Донбассом Б. Удалось только отсрочить освобождение, чтобы голландские следователи могли его допросить В. Правительство Нидерландов глубоко сожалеет об освобождении и возмущено давлением со стороны России, настаивавшей на включение Цемаха в списке 7 сентября, 15.21 освобождение задержанных россиян и украинцев Хороший шаг Кого вернули друг другу Москва и Киев? По сведениям других источников, Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась теперь к Москве с просьбой, или даже требованием, об экстрадиции Цемаха Правда, в российском посольстве информацию не подтверждают Кроме того, голландцы не могут игнорировать экстраординарность факта передачи Украиной собственных граждан, включая самого Цемаха, что прямо противоречит Конституции страны А с учетом того, что бывший ополченец в июне был похищен украинскими спецслужбами с территории ДНР, накачан наркотиками и вывезен по поддельным документам, то есть для его захвата были приложены очень серьезные усилия, ситуация отдает просто абсурдам Впрочем, удивительным это может показаться только крайне наивным и недалеким людям, поскольку про сиюминутный подход украинских властей к собственным законам, как и к любым планам и договоренностям, всем остальным понятно давно Да, более пяти лет украинские власти бескомпромиссно боролись с агрессией Москвы Деятельность Владимира Зеленского первые месяцы на президентском посту также не сильно выбивалась из данной тенденции Однако в последнее время со стороны Киева наблюдается явное стремление к началу диалога с Кремлем Президент Украины ежемесячно звонит Владимиру Путину и всячески демонстрирует готовность к конструктивному взаимодействию Совершившееся освобождение задержанных стало наиболее весомым, но далеко не единственным шагом на этом пути Помимо странной истории с Цемахом, сюда же можно добавить возвращение пять лет отсидевшего в Одесском СИЗе россиянина Евгения Мефедова 26 июля, 08.00. Рия новости. Правда о. Бэй. Над Донбассом. Битва Запада с реальностью Доказательная база нидерландского следствия в виде ссылок на переписку в социальных сетях и так выглядела крайне сомнительно Теперь же российские журналисты нашли реального человека, которому голландцы приписали соответствующий разговор и раскопали, что это не более чем слепанная на коленке фальшивка А премьер Малайзии Махатхир Мохаммад поучаствовал в ВЭФ и в очередной раз прямо заявил, что его страна основная жертва произошедшего не верят официальной версии следствия И вот в этой ситуации Украина казалась, наиболее заинтересованная в обвинении России в катастрофе просто передает Москве человека, который бы стал для следствия удобнейшим козлом отпущения Ничего удивительного, что нидерландские власти испытывают смешанные чувства, мечась между возмущением и растеринностью Они оказались в крайне неприятной и непривычной для себя позиции, когда им приходится в одиночку справляться и, соответственно, нести ответственность за крайне грязное дело Причем обязаны довести его до логического заранее намеченного финала, хотя концы с концами сходиться никак не желают, что очевидно маломальски внимательному взгляду 1 июня 2018 года, 09.58 РИА Новости Боинг, почему Малайзия не признает вину России? Это может показаться мелочью, но, на самом деле, речь об очень серьезном и дорогостоящем вопросе, репутации и международном весе Нидерландов За последние десятилетия Запад подчинил себе целую систему институтов, в чьи функции входит легитимация и правовое обслуживание его действий, включая самые волюнтаристские и отвратительные, на мировой арене Нидерланды занимают в этой системе почетное первое место Потому что задача стоит не только в том, чтобы оправдать, например, бомбардировки Югославии, но и максимально сохранить видимость объективности Россия сколько угодно может возмущаться, что судилища в Гааге носят выраженный обвинительный уклон по отношению к сербам, и приводить вопиющий пример Милошевича, ни за что моренного в тюрьме Но для мира в целом трибунал по бывшей Югославии выглядит убедительным в своей непредвзятости Дело не только в том, что это структура ООН, но и в том, что базируется она в стране с репутацией безоговорочного верховенства закона 6 декабря 2018 года, 07.38 медиавойны Голландцы обвинили Россию в шпионаже Доказательства поражают Допочеркивались Гаага обязана, в том числе и для сохранения собственного лица, выдать вердикт, так или иначе обвиняющий в катастрофе России Однако вместо привычного аккуратного и тщательного с правовой точки зрения расследования вырисовывается нагромождение нелепиц, сшитых на грубую нитку и всеми швами наружу А партнеры, которые должны были помочь, прикрыть и посодействовать, просто ждут формального решения Им ничто не помешает использовать итоговый вердикт публичной риторики Но для минимально посвященных и просто интересующихся вопросам будет понятно, что он не стоит бумаги, на которой написан Расплата за подобная репутация Нидерландов, их правоохранительных и судебных органов А еще королевству придется заплатить немалой частью собственного политического веса на международной арене Потому что даже Украина, пустившая по ветру свой потенциал и возможности, раз за разом умудряется выворачивать ситуацию, как удобно ее текущим властям А Нидерланды, десятилетиями выполняющие функцию правовой длани мирового гегемона, успешно загнали себя в положение беспомощной марионетки, не способной ни на какую самостоятельность 28 июня, 18.57 радио доводы разума Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН-17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдул заявил, что Куала-Лумпур будет ждать отследствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН-17 Политолог Юрий Светов в эфире радио Спотник дал свою оценку ситуации Продолжение следует... Продолжение следует...